Новое предупреждение синоптиков. На дорогах к Центральной России в ближайшие часы будет очень скользко. Гололедятся последствия перепадов температуры. В эфире вечерних новостей выходит из гидрометцентра Екатерина Остапенкова. Екатерина, добрый вечер. Кроме аномально теплой погоды на европейской территории, всю неделю шоу снег, дождь. В чем причина? Добрый вечер. Происходит это из-за активных циклонов, приходящих из Атлантики. С поступлением теплого воздуха вглубь континента в ряде городов были перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха. Но быстрая смена атмосферных фронтов сопровождается резкими перепадами температуры и сильным ветром. Так в Карелии небольшие осадки. Температура понизится до минус 8. А в воскресенье небольшая оттепель. Днем до плюс 2. Ветреная погода сохранится на Кольском полуострове. В Мурманской области Коми минус 1, минус 6 градусов. А в воскресенье похолодает до минус 10. Пройдет снег. Самая холодная погода на Европейской части. В Неницком округе до минус 13. В воскресенье морозы окрепнут днем до минус 15 градусов. Кратковременное похолодание продержится недолго. С понедельника температура вновь начнет расти. Несмотря на продолжительное повышение температуры, в Поволжье на снежном покрове это не отразилось. По-прежнему в Башкирии и Перми его высота достигает полуметровой отметки. В выходные дни ожидается снег. На юге с дождем, но без резких изменений. Днем минус 2, минус 7. Такой же температурный фон в Среднем Поволжье. Ухудшилась погода в Самарской области. Сильный снег, на дорогах снежные заносы, гололедится. Завтра зона с осадками сместится на восток. Днем до минус 4. В воскресенье похолодает до минус 9 градусов. С юга приходят сообщения, что зима там совсем отступила. Погода напоминает весеннюю. Как долго там продержится тепло? Уже сегодня погода меняется. В субботу в горах Адыгеи, в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии пройдет сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Кроме того, ожидается налипание снега на проводах. В предгорьях возможен гололед. Со снегопадами пройдет похолодание. Местами всего до плюс 5. Резко похолодает и в Крыму. Дневная температура понизится до минус 1, плюс 1 градуса. Ветрено-небольшой снег пройдет и в субботу. Похолодание продолжится. В воскресенье сильный мороз до минус 10. Тепло вернется в Крым в середине следующей недели. В Петербурге и в Москве мы заметили похолодало, но то минус 100 плюс в городе, в столице. Какая тенденция в выходные? Погода в выходные особенно не изменится. В Петербурге температура будет колебаться. Завтра небольшой снег. Ночью подморозит до минус 7. Днем минус 1, минус 3 градуса. В воскресенье потеплеет. Пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Днем до плюс 3. В Москве безущественных перемен. Местами пройдут небольшие осадки. Ночные температуры в пределах минус 2, минус 4 градусов. Днем около нуля. В воскресенье в Москву вернется тепло. Днем до плюс 3 градусов. Теплая погода сохранится и на последующие два дня. Спасибо, Екатерина Остапенкова рассказала нам, чего ждать от погоды в предстоящие выходные.